всем привет друзья меня зовут аида и я меня зовут эля и мы очень рады вас приветствовать на моем канале посвященном вязанию и окрашиванию пряжи ну а если вы впервые видите мое видео то мы приглашаем вас подписаться на мой канал поставить колокольчик чтобы больше мы с вами не потерялись правда и если вы были подписаны для моей маме на очень на очень долгое время то вы знаете что раз я здесь мы будем открывать нет крэйт наконец-то приехал нет крэйт у меня есть подозрение хотя я прошу прощения тут у нас еще один ребенок пытается свалить штатив у меня есть подозрение что это не февральский вовсе нет крэйт а прям вот может быть даже мартовский мичко потому что сейчас на самом деле уже 15 марта середина марта а вот только сейчас пришел нет крэйт правда он пришел еще дня четыре назад но мы ездили в хьюстон или было бы танцевальное мероприятие соревнования классы с праздными преподавателями поэтому если честно мы возили не открыть собой я думала если будет возможность где-то открыть его может быть снять это распаковку то я привозил его с собой но времени не было не было времени вообще ничего снимать поэтому и когда было время и мы это проводили с другими подругами да мы очень здорово провели провели время прямо даже можно сказать как каникулы получились особенно у меня было весело и у нас еще spring break вы на этой неделе поэтому я уже заглянула мишка мы сейчас не будем ругаться мы открываем распаковку принеси пожалуйста книжку вон ту вон там книжка я уже заглянула сюда и лично что давайте первое то мне неловко что я уже заглянула очень красивый это из серии как называть чил аут из через из 2 чил аут ты что ли а мы ты что не а мне сделала суперизме сделала суперизме меня просто напоминаю что в февральском не откроете в каждом вайбе предлагается три цвета разных и даже если ты подписан на какой-то конкретный вайб ты не знаешь ты не знаешь смотри туда видео снимаем видишь ты не знаешь какой именно цвет вайба тебе попадет вот такое вот у них нововведение было феврале а давай сначала посмотрим что это за пряжа а потом так мы очень хочет распаковать поэтому давайте откроем все таки да это февральский нет крейт написано фэбриэль 2 и приехал он ко мне ну 10 марта вот так скажем окей это то о чем я хотела иришка помнишь я увидела у тебя по моему в тайном сайте ты отправляла подарок ленту сантиметровую с одной со стороны сантиметра с другой стороны и дюймы по-русски и это штуковина вешается на шею такое вот сердечко можно можно и паще и поставили на шею ну да надо его сначала я думаю что не захочет поиграть с этим сердечком тут в общем такая посередине тут написано all all you need is yarn видите вот есть кнопочка такая тоже белая белая в виде сердечка если ее нажимать то лента тянется если отпускать сердечко то лента будет зафиксирована в том месте в котором ты остановился вот такая лента хочу попробовать значит вот так восстановляется но если как как поставишь обратно нажать на сердечко вау прямо есть все и потом можно нажать сердечко можно и пылька конечно ну-ка иди сюда садись рядом играет ой смотри какая книжка так давайте быстренько глянем а кто у нас да вот действительно здесь видно сколько разных моточков пряжи показано и у каждого у каждого вайба а несколько оттенков это у нас написано ну читай что давай читай же наконец-то там написано да вот здесь x xl 80 процентов 10 процентов силк 10 процентов махер это 211 миллилитров и 100 грамм на 100 грамм метров на 100 грамм бережная ручная стирка сушить и разложив на полу нам рекомендуют спицы 375 4 с половиной и крючок четыре с половиной пять с половиной и смотрите какой у нас получается мальчинг просто вот ясс я я себя называю синяя душонка у меня все синий у меня он ребенок синим платье тоже вокруг ходит и тоже очень ей подходит иди покажи как тебе подходит это пряжа вон да все согласны вот так мы любим делать очень красиво молодец мой красавица красотка молодец ну а мартовский нет крейт мы с вами уже смотрели в предыдущем видео по моему это было два видео назад если вы еще не видели то я вам поставлю ссылку хотя конечно же менять уже мартовский март мартовский вайп уже поздно и менять надо еще до начала марта вайп ну по крайней мере посмотреть что там будет можете пройти по ссылке посмотреть видео месячные наверное уже давности вот а давайте мы с вами пойдем мы пройдем по ссылке которая прилагается вот к этому вот в этой вот открыточки и посмотрим какие описания нам предлагают связать что нам предлагают связать из этой пряжи ты думаешь как что он что мы можем из нее связать можно связать если двух моток и джампер можно носки связать можно даже наверное маску маску на будет жарко не будет и колодца там 10 процентов мохера и 10 процентов шелка 10 процентов мохера остальное шелк селк селк а 10 процентов нейлон куда а это не то я не почитаю 80 процентов шерзу причем не меринос 10 процентов силк шелк шелк и 10 процентов мохер и 10 процентов мохер вот такая вот пряжа я думаю на самом деле вот что из такого вот толстенького пушистенького можно можно даже не знаю какую-нибудь пушистенькую паутинку связать тебе тебе пойдет у тебя кстати под цвет глаз очень здорово подходит мне глаза серые и и тебе очень оттеняет здорово они у тебя на фоне этой пряжи выглядят немножко даже голубоватый у тебя глаза не черные открытие каждый день все ладно давайте посмотрели теперь давайте пойдем посмотрим описание я февральские перепуталась с поставками значит мы пропускаем сейчас мартовский ниткрейт и смотрим февральский а потом быстренько глядем на апрельский потому что апрельский уже вышел сейчас мы получили февральский после мартовского из-за доставок так у них получилось вот наш один вулс калм 211 метров метров кажется на 100 грамм 80 процентов шерсть 10 шелк и 10 мохер вот такие вот цвета у нас здесь энерджайзме 3 зеленые желтых цвета красивых а дальше chill out какой вот это да мне попался что-то я не соображу да и тоже три цвета и all-natural два цвета тоже очень красивых и давайте посмотрим описание значит у нас здесь митинги фингерласс митинги без пальчиков вот такие вот очень длинные красивые с аранами такое описание и в описание крючком у нас вот такой вот снуд крючком связано очень красиво связано красивый узор правда смотрите как вот но собственно говоря и все вот эти наши два описания и вы знаете а уже между прочим апрель вышел давайте посмотрим апрельский сразу быстренько буквально секундочку это кусочек описание крючком который будет это кусочек описание спицами интересно какой ажурчик слушать я увидела что здесь три пасмы будет и удивилась на самом деле это тот который нет крэйт раз в квартал приходит я и с ним не разбиралась не смотрела то что то есть вот эти вот два описания спицами и крючком это квартальный ниткрейт очень красивый да такой секционного окрашивания просто очень красивый а вот тут вот уже дальше просто я с конца иду потому что я предыдущую статью в журнале нет крэйт посмотрела февральскую поэтому я апрельский смотрю снизу вверх вместе с вами вот наш апрельский нет крэйт причем это насочный нет крэйт крючком насочный нет крэйт спицами такие ромбики и вот мы имеем насочную пряжу all-natural это chill out и energize me это наш насочный крэйт вот таких три разных цвета мне больше всего пожалуй нравится all-natural и здесь у нас в насочном нет крэйте который стоит 19 долларов в месяц у нас супервош меринос 60 процентов 30 процентов мохер 10 процентов нейлон и мы получаем один одну пасму какого-то из этих цветов вот и дальше посмотрим давайте основной мембершип это крючком паттерн какая интересная пряжа шнурочек смотрите это описание спицами тоже очень красивый ажур мне так нравится рисунок вообще интересный рисунок и мы видим цвет all-natural цвет chill out нет смотрите здесь три chill out и три энергайзми опять или даже 4 что-то много здесь очень много цветов мы получим два одинаковых мы получим 2 одинаковых пасмы одного из этих девяти цветов. Вот так вот. Как интересно. И даже неудивительно. Мне так интересно, почему они так решили, и в феврале такое было, и сейчас в апреле, почему они так решили сделать в одном вайбе несколько цветов и вроде как ты не знаешь, какой тебе выпадет. Так интересно. Главное непонятно. Так, вот это у нас доска вдохновения, красивая. То есть, если я вдруг решу покрасить пряжу для этого ниткрейта, я вот буду использовать такие картинки для вдохновения. Давайте посмотрим. Значит, вот здесь у нас, видимо, энерджайзме, причем они уже не отделяют. Знаете, какой из этих вайбов энерджайзме, какой All Natural. Очень интересно. Я думаю, что вот этот вот этот, вот этот, вот этот энерджайзме, вот этот и вот этот chillout, а вот этот желтый серенький и вот этот вот такой оливковый интересный цвет, это All Natural. Но они почему-то не разделили в этот раз. Давайте посмотрим состав. Audine Wolves Blue. В составе 80% альпака, 10% шелк, 10% верблюжонок, верблюд. И здесь 211 метров на 100 грамм. И мы получаем за наши 24 доллара 2 одинаковых, 2 одинаковых пасмы. Да, если вы будете подписываться по моей ссылке, которую я оставлю в описании к этому видео, то первый месяц для вас будет 50% скидка. И вот эту вот пряжу, 200 грамм такого вот шнурочка, 80% альпака, 10% шерсть и 10% верблюд вы получите, получается, за 12 долларов. И они отправляют по всему миру, в том числе и в Россию, в Украину, в Казахстан, везде. Давайте цвета посмотрим повнимательнее. Такой вот глубокий бортовый, какой интересный красный. Вот такой вот оранжево-красный еще у нас предлагается. А вот такой вот оранжеватый, тоже очень красивый цвет. Дальше у нас горчичный, такой желтый. Вон, смотрите, какая цепочка интересная. Оно прям как будто крючком связанный, да, такой шнурок, связанный крючком. Не просто шнурок, набитый шерстью, а прям, и, видимо, вот этот вот длинный ворс, альпаки. Интересно, так будет колоться или нет. Обычно Audin Wolf пряжа вообще не колется. У меня не было ни одного моточка Audin Wolf, который бы мне показался колючим. Давайте посмотрим дальше. Вот такой вот глубокий, синий, джинсовый такой, да, вот такой вот бирюзоватый, я бы сказала, зеленовато-синий. Дальше идет такой желто-зеленый, тоже очень неоднозначный цвет. Вот такой вот белосерый. И, собственно говоря, это все. Кусочки описания мы с вами уже видели. Очень интересно, почему вдруг они решили сделать вот такую вот карусель, и предложить нам все-таки оставить немного секрета. То есть, вроде как ты подписан, например, на Energize Me вайбу, но ты все равно не знаешь, какой из этих цветов придет тебе и это на самом деле щекочет нервы. Я сейчас подписана на Удиви меня. То есть, мне приходит, я не знаю, какой из вайбов, тем более, какой из цветов мне придет. Давайте дождемся апреля и посмотрим. Да, подписаться на апрельский ниткрейт можно в любое время сейчас. Я думаю, что до начала апреля. А если вы уже подписаны, то поменять свой вайб можно еще до конца марта. До 30-го, до 31-го, наверное, марта. обычно до 28-го, но последнее время из-за того, что задержки в доставке они продляют до конца месяца. Поэтому лучше ориентироваться на 28-е марта, поменять можно вайб. Вот. Но опять же, повторяюсь, вы не будете до конца знать, какой цвет из вайба вам придет. Друзья, посмотрите, какая красота ко мне приехала. Представляете, сегодня приехала коробочка посылка. На посылке ни имени нет, ничего. Написано подарок, написано... Только потом я разглядела, что из Германии. Но не было написано отправителя. Но я, на самом деле, ожидала посылочку из Германии от Олеси Махиба. Вы наверняка знаете ее прекрасный влог в Инстаграм и на Ютуб. Она тоже ведет визуальный Ютуб. Ну, как тоже. Точнее, это я тоже. Потому что, собственно говоря, Олеся была одним из моих вдохновителей на создание визуального Ютуба. вот, потому что это один из самых древних влогеров визуальных, кого я смотрю. Стараюсь не пропускать ни одно видео. так. Вот. Поэтому, если вдруг, 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 не может быть, конечно, но вдруг, вы еще не видели канал Олеси, я оставлю ссылку обязательно. И тут, наверное, даже вот попробую подключить Олесечкин канал. Вот. И это вот у меня бобинка. Написано, что это 25% бэби альпака, 5% меринос, 70 хлопок. Этот артикул называется ГОСИП от ФИЛАТИ ЛИ ЛАП, 180 метров, ой, волосы лист, простите, на 100 грамм, и у меня целых 600 грамм, на плечевое изделие. Олеся мне сразу сказала, ну, у меня, конечно же, сразу, что вязать, что вязать, Олеся говорит, так, ой, ссори, тут у меня для ребенка портфолио готовлю, фотки пытаюсь сделать нормальные. Вот, Олеся говорит, ну, свяжи же просто лицевой гладью оверсайз. Я говорю, подожди, такую пряжу хочется вязать руками, а лицевую гладь руками, целый джемпер оверсайз, я не осилю, мне просто-напросто не хватит терпения вязать просто лицевую гладь. Вот, поэтому я теряюсь, у меня прям вот, я хожу с этой бобиной, она, слушайте, она такая, она невероятно мягкая, вы бы видели лицо Элли, когда я ей сказала, Элли, просто потрогай ее. Она потрогала, и она была в шоке, сколько пряжи перетрогал мой ребенок, но вот, такой вот мягкой, видимо, она еще не встречала. И я хожу с этой бобиной подмышкой по дому с самого утра, и не знаю, что из нее связать. Кстати, да, если вдруг у вас есть какие-то мысли по этому поводу, обязательно мне напишите в комментариях, это вот такой вот шнурок, толстенький достаточно, и он очень пушистый, несмотря на то, что здесь всего 25% альпаки, а в основном хлопок, ну, в общем, он очень классный, очень пушистый, толстенький, вот, смотрите, сейчас покажу ниточку, вот она какая ниточка, вообще просто. Я говорю, я такой шикарной пряжи просто даже не видела раньше, вот просто я не встречала, у меня не было, не было пряжи, которая бы меня вот настолько, не знаю, сводила с ума своей мягкостью, красотой, и поэтому я очень теряюсь, что из нее связать. Мне кажется, просто лицевую гладь вязать на машине, но мне очень жаль вязать эту пряжу на машине, мне хочется вязать ее руками, спицами, и получать от этого, так, ребенок выключил свет ногами, получать от этого удовольствие, несказанное, я так понимаю, вот, поэтому вот спешу с вами поделиться своей радостью. И тут главная бобинка отдельная, специально, видимо, на образец, вот я из этой бобинки свяжу образец, мне не нужно будет ничего отрывать от большой бобины, и затем образец тоже можно будет пустить на изделие, если вдруг этой пряжи не хватит, но, опять же, если это будет на машине образец. Вот, поэтому я очень рада и надеюсь, вы тоже за меня рады. Мы пришли в ресторан, один из наших любимых ресторанов в Костине. Вот, там внизу очередь. На столике, так, я сниму вот так маску, чтобы меня было слышно. Здесь классное такое местечко, очень самобытное, такая эклектика, мексиканская, техасская. Сейчас покажу вам, как оно все видит на озеро. Там куча туристов, поэтому и ветер сильный. Это вот озеро, на котором мы живем, вот там вдалеке наш дом. Его, конечно, отсюда не видно. Вот там. Вот здесь мы будем сидеть на одно заднем из столиков в ресторане. Здесь будем смотреть на озеро. Закат обычно здесь. Вот солнце, оно вот сюда садится, где-то вот здесь будет закат очень красивый. Вот. А это наш любимый ресторанчик. Это называется кухня текс-мекс. То есть такая техасско-мексиканская кухня, текасски, садилья, все, в общем, такое. Ну, естественно, маргариты. Сейчас, когда я перестала кормить грудью, я соскучилась по хорошей маргарите, поэтому я уговорила семью пойти именно сюда сегодня. Друзья, хотела показать вам замечательный образец, который я связала платингом двухфантурным. Это промышленная резинка 2х2, то есть две петли в работе, две иглы в работе, одна пропущена на обеих фантурах. Вот так это выглядит. Это наборный край у меня. Здесь я неправильно закрыла край. Знаете, смотрела видео у Лорейн вообще, помню, где-то у Лорейн было видео как закрывать. Сейчас я свет включу, подождите. О, вот так. Как закрывать резинку, так, чтобы не мучиться. Знаете, мой любимый закрытый край на резинке это имитация наборного края, то есть я перехожу на резинку один на один, провязываю два круговой, то есть оно там два или один круговой ряд и затем снимаю набросовое полотно и закрываю петля в петлю. Но это очень долго, это очень долго. Получается, конечно, очень красиво, но это долго и муторно. Поэтому я вспомнила, что где-то у Лорейн в видео видела, как она закрывает резинку. Думала, наверное, это где-то в курсе двухфантурного вязания, на третьем курсе или на втором курсе обучения для начинающих. Вы знаете, я учусь на курсе Лорейн Вулхард для начинающих на машинного вязания. И начала пересматривать видео, поняла, что видела это не там, а где-то в инстаграме, написала девочкам с курсов и мне сказали, что нужно посмотреть видео в инстаграме. Таня Булатова указала даже минуту, с которой нужно посмотреть. Я нашла это видео, но надо было смотреть немножко раньше, минут на 10, и я пропустила очень важный шаг переноса петель и закрыла неправильно. Поэтому я хотела попробовать на образце закрыть быстро, как учат Лорейн, но к сожалению неправильно не туда глянула и закрыла неправильно, но я поняла свою ошибку, я поняла, как ее исправить, посмотрела видео, в следующий раз такого не допущу. Я в описании к этому видео оставлю ссылку на это видео инстаграм Лорейн Волхарт. Если вдруг вам интересно и вы до сих пор закрываете иглой резинку, любую резинку, то посмотрите это видео, возможно в этот способ вам приглянется, вы будете его использовать достаточно удобно. Я немножко образец отпарила, как вы видите, для того, чтобы посчитать все-таки плотность, потому что я хочу связать майку, очередной топ своему ребенку под ее укороченные кроп-топы, потому что опять она у меня вышла сейчас из спальни с голым животом. вот, вот тут видно переход плотности, это у меня здесь 60 рядов на плотности 3, 3-3 на обеих фантурах, и дальше я перешла на плотность 2, но 2 мне не понравилось, очень плотно получается, поэтому я останавливаюсь на троечке, вот на этом варианте, это плайтинговое переплетение, мне очень хотелось поженить две пряжи, одна пряжа вот эта, вы помните, я из нее вязала кашемир китайский стопроцентный, я вязала из нее мужу свитер равен, опять же по мастер-классу Лорейн Вулхарт, и вот эту вот пряжу, это тоже китайский кашемир, все время забываю три буквы в названии фабрики, которая производит эту пряжу, UPW W U N W U W N Короче, три буквы, там есть точно N, точно есть W и по-моему P, в какой последовательности они используются, я не помню, эту пряжу мне подарила Анюточка, кстати, я в одном из предыдущих видео рассказывала вам про канал Анюты, давала ссылку, и многие из вас подписались, и я уверена, что не пожалели об этом, спасибо вам большое за это, за поддержку молодых влогеров, талантливых вязальщиц нужно поддерживать, поэтому я еще раз оставлю ссылку на Анютин YouTube здесь в описании к этому видео, у нее вышло новое видео с вязаным гардеробом, я вот до конца еще не досмотрела, но там прям очень интересно посмотреть, поэтому, да, поэтому я хотела вам показать вот эти две пряжи, я скрестила, давайте я возьму без упаковки, чтобы цвет показать лучше, вот так вот выглядит пряжа, вот эта без упаковки, она такой красивый очень цвет, такой джинсовый, меланжевый, неоднозначный, но он очень приятный, и сам, конечно, кашемир очень приятный на ощупь, тактильно, и вот с этим вот кашемиром, подаренным Аней, ярким, таким, вайбрант, называется по-английски, красивая такая фуксия, мне показалось, что будет интересно, и мне очень нравится, что я вижу, это будет очень такой, такую обтяжку, прям совсем, чтобы вот так вот пузико арбузное обтягивало, вот такой вот топ полосатый, который будет торчать из-под круп топов, заправлен в брюки, скорее всего, ну, в штанишки, или она там, в шортах, в чем она ходить будет, и этот топ будет сверху самым простым, не буду уже никакую там боксерку вывязывать, может быть, вообще сделаю на бретелях, знаете, чтобы быстрее закончить это, чтобы получился проект одного дня, условно говоря, вот, образец мне очень нравится, он пока не очень такой пушистый и такой немного грубоватый после того, как я обработала его паром, но мне нужно было вот увидеть эффект, как он будет выглядеть в итоге, натянувшись на пузико арбузика, вот, буду вязать на тройке, на третьей плотности, и уж, коли я к вам подключилась, давайте я вам покажу, по-моему, я еще, по-моему, я еще ни разу вам не показывала вот такой вот проект, который у меня на спицах сейчас вяжется, вяжется он у меня вот на этих спицах это у меня Чиагу номер 19, 15 миллиметров спицы толще моих пальцев, такие толстенные, огроменные, с какой-то трубочкой от капельницы в качестве тросика, вот, вяжу вот этот образец, ой, образец, говорю, свитер, это у меня заказ, мой первый заказ, у меня приятельница моя давнешняя узнала, что я вяжу и попросила связать вот такой, сейчас покажу, вот такой вот свитер, она его хотела купить, но оказалось, что девушка-вязальщица все распродала, у нее не было больше своих свитеров, я так предполагаю, что она их вязала из каких-то остатков, и поскольку остатки кончились, она больше не берет заказы на эти свитера, вот, моя приятельница очень загорелась, ей очень захотелось, вот, мы с ней подобрали вместе пряжу, я особо денег с приятельницы не заработаю, потому что я ей сказала, я тебе сделаю практически за стоимость пряжи, ну, а ты, в общем, расскажешь обо мне всему свету и принесешь мне новых заказчиков, на что она, конечно же, с радостью согласилась, вот, получилось очень, получается такая еще, получается очень классно, очень так фактурно, как я и планировала, как на образце, немножко она хочет, заказчица хочет, немножко более длинную модель, поэтому мне приходится добавлять везде длинные полосы, здесь мне еще придется добавить как минимум один ряд и потом еще добавить вот столько резинки более темным цветом, то есть этой пряжи я еще один ряд сделаю, потом сделаю еще резинку вот такую другим цветом, потом перейду к круговам, вот, и почему я не показывала эту модель, этот проект все это время во влогах, во-первых, у меня как-то влогов не бывало, да, был вот последний влог одного проекта, где я показывала свою кашемировую кофточку, и я на самом деле снимаю видео, тоже влог одного проекта по этому изделию, поэтому особо заострять ваше внимание не буду на этом, потому что вот у меня здесь уже был отвязанный первый вариант, который я выбросила пока, потому что пряжи много у меня, я купила с запасом пряжу, поэтому не пожалела, пряжу я полностью всю использую из магазина Wall in the Gang, я уверена, что у вас сейчас начнутся вопросы, какая-то пряжа, потому что выглядит все просто обалденно, просто хай фэшн, вот это значит у меня альпака с шелком 100 метров на 100 грамм, здесь у меня хлопочек толстый, но стопроцентный в две нити связанный, это у меня шерсть вот такая же Crazy Sexy Woo, по-моему, называется, здесь 50 метров на 100 грамм, это 50-граммовые моточки мохера, такие вот, он толстенький мохер и очень-очень пушистый, очень мягкий, мохер, он, по-моему, все-таки на полиамиде и с шерстью тоже, он очень мягкий и приятный, говорю, на полиамиде, а сама, наверное, вас обманываю, мохера у меня в проектной сумке, к сожалению, нету здесь другой пряжи, вот есть только альпака, вот эта вот красивая, которая на самой горловине, мягкая, нереально, вот это вот, альпачино мерина, она называется, и да, здесь меренос 60% и 40% бэби альпака, а это вот как раз-таки Crazy Sexy Wool 100% шерсть, это вот это вот толстая, а, 80 метров на 200 грамм, вот такая вот у него толщина, в любом случае видео по этому проекту, с пряжей, со всеми делами, с процессом, как я люблю, как вы полюбили уже тоже, влог одного проекта, будет отдельным видео, и там я все расскажу, ссылку на магазин пряжный оставлю в описании к этому видео тоже, если вдруг вам не терпится, интересно посмотреть, то же задавайте вдруг вопросы появятся какие-то, вот, пока я постирала, сняла она бросовую нить, постирала, и у меня еще хлопок не досох, все уже высохло, вся шерсть вся сухая, не досох, только хлопок, вот, но я примерила, сидит все именно так, как мы планировали, единственное, что вот, да, длину надо еще довязывать, и довязывать достаточно прилично, длины, я отговаривала заказчицу вязать такой длинный, но ей вот принципиально, чтобы он был длинным мешком, поэтому, поэтому, да, а потом будут огромные, широченные рукава, красивенные, убираю пока этот проект, больше вам ничего про него рассказывать не буду, помашу его еще страшно толстыми спицами, которыми, наверное, можно носорога убить, вот, и пойду быстренько, если мне дадут возможность, свяжу маечку-ребеночку, вот, и покажу вам потом. Ну что, друзья, вы, конечно же, знаете, какой я мастер связать топ за один день, прошло два дня, воз и ныне там, точнее, топ, и ныне там, то есть, нигде, топа у ребенка нет, и сейчас я вам расскажу, почему. Вот, это вот топ, как видите, такой топ, никакой, во-первых, я увидела, вязала второй факт фантуры, увидела, что у меня вот такие вот артефакты, одна из игл передней игольницы создавала вот-вот такие вот непровязы, и это, конечно, очень сильно видно, и я, конечно, понимаю, что у меня ребенок сам по себе затяжек понаставит, без всяких артефактов, но мне не нравится, конечно же, это. Это значит, первый фактор, почему вы видите это недоизделие у меня сейчас на столе с срезанным с машины, но не самый главный, самый главный это то, что не по сеньке шапка. Не по сеньке шапка не готова я еще вязать изделие резинкой на двух фантурах платингом. и все это сразу, в общем, хотела связать быстрый топ, в итоге изменила выкройку, взяла двухфантурную резинку, двухфантурное вязание, взяла платинг, еще и пряжу не самую легкую в работе, хотя на самом деле пряжа нормальная, скажу вам, пряжа ничего себе, но вот игла подвела. В общем, в какой-то момент у меня здесь при оформлении горловины слетела одна игла или не одна, три иглы у меня слетела, и я со спокойной совестью, недолго думая, срезала полотно, потому что я к тому моменту уже созрела, к тому, чтобы снять это полотно с машины и больше не мучить ни себя, ни пряжу, вот, потому что, да, я все-таки скажу честно, мне нисколько не стыдно в этом признаться, и не просто так я учусь в школе Лорейн Вулхарт на курсе машинное вязание для начинающих, я оказалась не готова для изделия такой сложности, и меня очень радует, что совсем скоро я буду в состоянии связать вот это вот как раз-таки за один день, ну, пусть не за один, пусть за полтора, но я буду в состоянии это связать, потому что сейчас уже начался четвертый курс, хотя я еще третий не связала, не отвязала, но уже начался четвертый курс, в котором уже все, и двухфантурное вязание, и достаточно сложное моделирование, вот, здесь же пока я еще не знаю ни как убавлять красиво, ни как, видите, прибавлять красиво, в общем, да, изделие вязалось на плотности четыре, на двух фантурах, на обеих четверки у меня стояли, и, соответственно, я решила, давайте уж, что ли, я просто платингом свяжу по той же самой выкройке и с той же самой пряжей, и, прям, вы знаете, не связав образца, побежала вязать, так, сейчас у меня нитки запутались, побежала вязать платингом на той же плотности четыре из тех же, из той же пряжи, просто вот такой вот топ двусторонний, да, получается, немножко удлинила выкройку, потому что мне показалось, что это все-таки коротковато, удлинила выкройку, и, тем не менее, так, вот здесь я довязала, не, не довязала, ну да, я вот здесь вот довязала, на самом деле, вот досюда, как видите, я думаю, что вы видите разницу в плотности, вот здесь вот очень плотно, здесь рыхло, связано, это у меня была пройма, вот здесь должна была быть, и все равно, несмотря на то, что я удлинила выкройку почти на 5 сантиметров, у меня она коротковата, как видите, тут вот буквально меньше 30 сантиметров высота, и это значит, что майку эту ребенок заправить там в брюки, в юбку не сможет, чтобы у нее не выбивалось все это в гармошку под ее круптопом и жуткими, вот, соответственно, почему сейчас вы видите это изделие в виде недоизделия, потому что на плотности четыре получилось очень грубо, полотно мне просто не понравилось, ни с одной, ни с другой стороны, петли очень мелкие, все убавки, прибавки, я сейчас ничего не отпарила эту часть, потому что, потому что просто хочу использовать эту пряжу снова, вот, прибавки, убавки, наверное, их не очень заметно, несмотря на то, что это платинг, а вот прибавки немножко более заметны, наверное, чем убавки. Очень сложно делать прибавки, убавки, вообще, как бы то ни было манипулировать с петлями, потому что они просто микроскопические, и вот с учетом того, что это все-таки предполагается майка, как а-ля нижнее белье, да, получается достаточно грубое такое полотно, которое, в принципе, можно и на джемп, на джемпировку использовать, вот, и поэтому я решила сделать все-таки нормальный образец, попробовала, перешла на плотность, это была четвертая плотность, перешла на плотность семь, мне показалось рыхловато, затем у меня здесь порвалась нить, с этой стороны будет лучше видно, и вот этот кусочек уже отпаренный, потому что мне нравится полотно, оно немного так драпируется неплохо, несмотря на то, что толстенькое, в принципе, приятное такое полотно, для майки вполне можно использовать, и, да, поэтому кусочек этот отпаренный, это плотность шесть, у меня, соответственно, это однофронтурное вязание, здесь 65 от 60 рядов у меня, сейчас тут вам, наверное, непонятно, что за конструкция у меня, вот, сейчас нитки распутаю, которые здесь у меня были, вот, я начала вязать топ, снизу сделала подгиб в две нити, а синие, понимаю, что, наверное, фиолетовая, ну, вот, малиновая, наверное, выглядела бы, наверное, симпатичнее, как-то веселее, что ли, а то как-то мрачновато, синим нет, с синие стороны это ничего, а вот, с розовой стороны ей было тут, конечно, розового бы добавить, нет, тоже хорошо синий смотрится, да, вот, в общем, вот тут вот у меня идет топ с убавками к талии, потом от талии идут прибавки, и затем вот здесь должны были начаться проймы, убавки на пройму, закрытие петель, и я начала вязать просто образец на другой плотности, потом подумала, что зачем же я на всю длину, и нитки порчу, трачу, и считать будет сложнее, поэтому я оставила ровно 60 петель дальше, и пошла вязать образец, вот, 60 рядов у меня здесь, и хочу сказать, что я очень рада, что сняла, такие-то изделия, не доизделия, с машины, потому что посчитала плотность вот по этому кусочку, и получилось, что у меня здесь 60 рядов в 10 сантиметрах, а вязала я по выкройке, вот по этой, вот здесь вот у меня 40 рядов в 10 сантиметрах, то есть это получилось бы очень короткая майка, вот, поэтому буду вязать вот этим рисунком, да, скажем так, должно получиться хорошо, очень мягенько, приятненько, не дерюшка такая вот, вот, но буду уже вязать не сегодня, потому что сегодня мне нужно все-таки сесть, работать над заказом для эмбер, потому что действительно по идее мне бы уже его закончить, этот свитер, потому что там вязать ничего особенного нет, его бы связать вообще можно было бы за два дня, но вот с моими перевязами и вот такими вот неожиданными поп-ап проектами я все никак не могу закончить, поэтому топа, топа у ребенка нет, мне нужно вязать свитерок, сегодня я хочу закончить тело, и завтра перейти к рукавам на джемпере для эмбер, вот, с вами, наверное, я сейчас попрощаюсь, спасибо вам большое, что вы досмотрели это видео до конца, спасибо, что вы возвращаетесь на мой канал и смотрите мои видео, жду вас в комментариях, буду очень рада, если вы поставите лайк этому видео, ну и увидимся совсем скоро в новых видео, пока-пока, до появления subscribers, в Тррррр... берем